Всем привет! Мы с вами снова в магазине IKEA Нижний Новгород. Сегодня мы вот в таком новогоднем интерьере. Ребята очень постарались. Дизайнеры сегодня работали целый день. Мы приехали с утра. Специально дождались вечера. Время уже почти 7 часов по Москве. Народа уже мало в магазине. Мы сейчас будем вам снимать обзор и показывать всю новогоднюю коллекцию. Ребят, от начала и до конца. Никаких кусочков, никаких поисков по магазину. Огромные галереи посреди складов только с новогодней коллекции. Посмотрите, какую красоту сделали. Здесь, конечно, не все. Здесь просто такой вот интересный новогодний уголок, где можно пофотографироваться. Стоит серое кресло Страдамон. Оно шикарно вписывается в эту коллекцию. То есть такой новогодний уют уже можно почувствовать, примериться. Ну и посмотреть. Пойдемте. Ну что, первое, что мы вам покажем, это елки. Елок в этом году много. Они разные. Разные формы, разного цвета, разного дизайна. Давайте начнем с самого начала. Первой елки, которая ближе всего ко мне. Значит, вот такая вот елка 1299 рождественская. Елка зеленая. Артикульный номер. Все эти товары есть уже на сайте. Я вам снимаю крупные планы, а наш оператор вам снимает общие. Вот таким шариком она украшена. Ну, ребят, это мишура, плотная такая хорошая мишура. Она на железочке, на проволоке грубо, то есть как бы головушка подникшая. И получается, она не как бы, она обмотана. То есть вся вот эта вот юбка, это обмотанная. Я думаю, сейчас мы ее найдем в упаковке. То есть скорее всего, не скорее всего, а точно, то есть разбирается вот эта нога, а сверху, как платье, одевается вот эта вот сетка. Так, значит, смотрите, вот такая вот железная часть, как каркас, и она уже обмотана проволокой, ну, с мишурой, да? Вот такая вот елочка за 1300. Так, следующая елочка. Елка для дома и улицы. 4999. Она уже высокая, высота 230. Скажи, пожалуйста, ее целиком. Такая вот красивая ель. У нее есть основание, то есть ее можно, в принципе, поставить на улице, во дворе, там сугроб, да, чтобы вот это вот все закрыть. Я думаю, специально это сделала, вот эта вот часть открытая, чтобы можно было как-то декорировать. Давайте я вам покажу поближе иголочки. Вот эти вот иголочки. На каждой иголке есть такие вот пушистости. Давайте посмотрим веточки. Веточки у нас, получается, гнутся. Ну, качество икеевских елочек себя все-таки зарекомендовало, никаких проблем с ними не бывает. Просили наши подписчики показать елке прям подробно, детально. Вот, смотрите, вот у большой елки сама ветка и вот то, что я вам показываю, вот это ответвление. То есть она, в принципе, вся такая. Я бы не сказала, что она сильно пушистая, но и не сильно лысая. Она все-таки такая своеобразная, да? Вот у нее ствол, веточки. И вот сам основание ствола, подставка. То есть все в таком коричневом цвете, а ствол как будто настоящий. Так, пойдемте следующую елку. И мы вам потом покажем, как они в коробках выглядят. Так, украшение. Угу, сама ель. Значит, вот сама ель, 2,699, 180 сантиметров. Она уже более пушистая, более объемная. У нее веточки такие же, но здесь смешанные. То есть одна веточка как бы под сосну, да, а другая под ель. То есть разные иголочки. Одни поострее, потоньше, а другие помягче, пошире. Это вот более широкие. А это вот более тоненькие. Ну, видите, у тоненьких, то есть внутри, то есть коричневые вкрапления пластиковые, как у настоящих. То есть имитация такая вот очень хорошая. Стволы, кстати, в этом году у всех елок одинаковые. То есть вот такая оплеточка. Разницы нет. Так, следующая елочка 140 сантиметров. Бликует у меня свет. Вот такая вот елочка, 1499 рублей. Сейчас мы ее покажем вам крупным планом. Небольшая елочка для небольшого помещения. Она, конечно, наступает красавице за 2,700. Но, во-первых, и финансы, и размер не у всех позволяет такую большую елку поставить. Вот она уже из одного вида иголочек. То есть это вот такие вот более мягкие, пушистые. То есть за саму иголочку игрушку уже зацепить не получится. Только за веточку. Ветки все хорошо гнутся. Так, я думаю, вот это вот будет самая продаваемая елка за 2,000. Я думаю, она быстрее всех исчезнет из продажи. То есть раз купит ее. У нее оптимальный размер полтора метра для дома. У нее смешанная иголочка. То есть это средний между более дорогой и более бюджетной елкой. Ребят, еще такой момент. Смотрите, не затягивайте с покупками по новогодней коллекции. Товар быстро будет продаваться. Коллекция в этом году очень красивая. Она вообще как бы универсальная такая. Я думаю, все смотрели наш обзор по посуде, видели, как это все выглядит, что этот товар можно применить просто в обычный день. Так, пойдемте покажем коробки. Вот смотрите, вот так упакована елочка за 1,300, которая вот с такой споникшей головушкой была. То есть маленькая коробочка, с которой можно спокойно уйти домой. Так, где елка сделана? Эта елка в Китае сделана. Кстати, красный шарик входит в комплектацию. Так, вот так упакована самая дорогая елка. У нее должна быть ручка. Я на это все-таки надеюсь. Увы, моим надеждам не суждено сбыться. Ручки у коробки нет, несите под мышкой. Упущение. Тоже Китай. Так, ну и пока мы там дойдем до коробок, я вам давайте покажу дальше. Что у нас следующее? Искусственное растение с подсветкой. Это те, кому не хочется елку, хочется что-то необычное, но Новый год домой запускать надо, поэтому можно поставить и такой. Вот такой вот белый еж. Сейчас я вам включу выставочный образец, покажу. Они упакованы от батареек. Вот такое вот незначительное свечение. А, вот в чем вся прелесть. Здесь очень много света. Отсвета надо отойти. Вот, сейчас мы найдем угол потемнее и покажем вам. То есть каждая иголочка такая вот деликатно блестит, она нежненькая очень. 499 рублей. Так, сейчас я ее поставлю и посмотрим, что там внутри. Вот такие вот железные штырьки, ну и... Пластик. Пластик. Со светодиодиками? Светодиодики это, да? Нет. Что это на конечках? Обычные пластиковые трубки. А внутри что светится? Светодиоды. Нет? А что? Отражение по трубке свет переходит и в конце отражается. В общем, для девочек это сложно. Запоминайте. Кому надо, запоминайте. Так, смотрите. Вот то, что мы смотрели крупную, есть такая же в миниатюре. Кстати, вот мне мини-вариант нравится больше. Она более миленькая, вот. Такая пинь-пинь-пинь-пинь-пинь-пинь. Нет, она такая вот, грустная такая елочка. Калпачок. Стоит она, ребят, всего 499 рублей. Цельник. Вот елочка. Хорошенькая елочка. То есть, как декоративную штучку поставить дом очень даже ничего. Так, дальше идем. Ой, слушайте, вот такого ни один год еще не было. Трио. Это для тех, кому вообще некогда ставить елку, но можно хотя бы на работе поставить, да, как мне, например, как нам всем. Так, 199 рублей, комплект из трех елочек. Сейчас посмотрим размерчики. Размерчиков нет. Упакованы они вот таким вот образом. А, кстати, есть размеры. Одна елочка 10 см, одна 13 см, одна 15 см. Вот таких три малютки за, слушайте, всего за 200 рублей. Так, игрушки показывать буду потом. Отдельная шикарная выставка по игрушкам. Так, идемте дальше. Дальше смотреть, что у нас здесь по деревьям. Так, следующее. 700 рублей фейка. Тоже, думаю, продаваться будет хорошо. Такая хорошая, добротная елочка. Тут у нее иголочки коте. Вот в такой горшочек она замечательно умещается. Горшочек у нас Винтер. 12 см, 149 рублей. Давайте заодно покажем горшочек. Видите, кашпо какие интересные. Кто смотрел наш обзор по посуде, видели, да, вот все вот эти вот железные баночки вот с такими вот сердечками. То есть можно использовать будет вполне после Нового года. Ребят, для тех, кто сразу скажет, что обзор долгий, нудный, мы вам снимаем сейчас такой детальный вот максимальный обзор по размеру, по длительности. Поэтому кому не надо столько информации, проматывайте. Вот так упакована малютка за 499 рублей с поникшей красным шариком. То есть пакетить все ручкой удобно. Собирайте палочку. Кстати, вот инструкция есть. Прямо наоборот. Ну, инструкция у Икеи везде есть. А это прям вот не залази, да. То есть сняли, палочку собрали и как платьишко одели. Такие елочки мы уже на этой неделе повезли в Саранск. Есть уже в заказах. Девчата уже начали готовиться к Новому году. 300 рублей стоит такая малютка. И к ней вот такое вот кашпо. То есть все вместе выглядит вот таким вот образом. Я думаю, на столе... Многие узнают, что там, почему сердечки на новогодней коллективе? Я не знаю. Нет, в неделю выглянули. Наверное, так дизайнерам захотелось что-то. Ну, дом, любовь. Я не заморачиваюсь по этому поводу. Но новогодняя коллекция ее каждый год выпускает разную. И если каждый год повторять одно и то же, ну, нам неинтересно будет покупать, да. То есть скажете, ага, у меня все это есть. Поэтому она такая вот универсальная. Ее можно использовать на любой праздник. Это вот мое личное мнение. Но можно с вашего отличаться. Так, дальше. Два кашпо Винтера я вам показала. Есть еще вот такое большое. 15 сантиметров. Вот информация. А вот само кашпо. То есть здесь уже видите, да, сердечко не одно, а сердечек много. То есть по всему периметру идут сердечки. Такое большое ведрышко. И умещается в него большая фейка. Мы сейчас вам ее покажем. Значит, в большой умещается вот такая вот фейка. Слушайте, прям целый посох дерева. Это для тех, я думаю, кто вообще елки не любит, а что-то зеленое такое с игрушками повесить хочется, можно вот такое использовать. Сейчас ценник найду. Три четыреста девяносто девять стоят. Такие вот листочки. Листочки двух оттенков. Это для создания эффекта более живого растения. Цемно-зеленый и светло-зеленый. Так, ставлю на место. Пропустили мы еще одну елочку. Вот такая вот фейка. Девятьсот девяносто девять рублей. Я сейчас ее вытащу, вам покажу. Это не отгибается. То есть она такая вот... Как-то была грустная елка. Это наверх поднятые ветки. Она полностью пластиковая. Но у нее уже другая иголка. Все поставлю на место и вам покажу. Вот такие вот иголочки. Ну, кстати, если ветки отогнуть, она будет неопрятно смотреться. Поэтому более задранные наверх веточки, я думаю, смотреться будет лучше. Так, и последняя елочка. Или нет, мы ее снимали, кстати, тоже елку. Она стоит, да, там стоит на выставке. И вот как она выглядит в собранном виде. Ну что, давайте дальше смотреть по украшениям. Надо найти нам его. На большой уличной елке за 5 тысяч, мы смотрели вот такие вот шарики, да. Это у нас гирлянда. 199 рублей. Она стоит 2,7 метра. Белый артикульный номер, все есть. Ребята, ну что это такое? То есть, так, сделано это в Китае опять. Потому что, так, еще вся коллекция в этом году в Китае. Ну, давайте, кстати, потом под конец некоторые вещи буду смотреть, где сделаны. И сравним, да, в каких странах все-таки все это производится. Я не думаю, что только один Китай. Вот здесь получается такая вот проволочка. И на эту проволочку одеты вот такие вот шарики. В принципе, за 200 рублей, ну, не знаю. Или можно, или дороговато. Так, пойдемте дальше. Здесь у нас будут макушки. И кое-что из игрушек. Игрушки в этом году в миллион раз, повторюсь, обалденные. Поэтому не тяните. Так, ну, вот такая звезда. Она была и в прошлом, и в позапрошлом году. У меня такая красная. Давно уже. Пластик. Я думаю, слышно хорошо. Хороший. Пластик. Уголки, кстати, у нас не облезли. Живет звездочка, все нормально. Из плюсов, почему, например, ну, пластиковые игрушки я предпочитаю. Дома маленькие дети, поэтому, если что-то уронили, не так страшно, да, чем стеклянные игрушки. Но стеклянные более милые, на мой взгляд. Так, дальше. Ой, смотрите, ребята, как сделали. Банки. Икея 365 новые. И в них приклеили жертву ногтями. Ага. Так, значит, вот это у нас упаковка. С 74-й. 249 рублей. Три вот таких штуки. Стоит 249 рублей. Вот они, такие колобки. Сейчас я вам их покажу. Они все разные. То есть вот такой шарик, вот такой. Ребята, но они прямо вот кипельный белый, такой вот матовый белый. На них, я думаю, можно рисовать акриловыми красками. То есть их можно один год повесить чисто белый, другой год переделать. Интересные шарики. Значит, вот такой комплект за 249 рублей. Приводим все в порядок, не безобразничаем. Кстати, видите, как банка, да, дооборот она закрывается. То есть хранится какие-то пахнущие пряности. Что-то можно под такими крышками. Так, подвесные украшения. Красные и золотые. Каждый год подобные выходят, но в этом году немножко разная форма. Сейчас тоже достанем. Такая вот шишечка. Пластик, ну такой тонковатый, я бы сказала. Но с другой стороны, за 24 игрушки это недорого. Звездочка. Шишечка. Вот такие повторюшки. Колокольчик. Колокольчик золотой. Ну и все. Остальное все то же самое. Вот такие. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 как раз получается по 4 игрушки. То есть 4 шарика, 4 шишки, звездочки, желуди и так далее. Потому что мне секшн в каждую игрушку эту. Так. Возвращаемся в основную позицию. А теперь смотрите внимательно. Любители Икеи, кто не первый год покупает. Я думаю, все узнали, да? Вот я хочу в комментариях услышать от вас, чем отличается вот эта гирлянда Винтера от тех, которые были в прошлом году. Догадаетесь, напишите или мне вам сказать. Во-первых, упаковкой. То есть раньше это было в картонной, в такой, в картонной, в плотной, пластиковой упаковке. То есть подобного плана, как, допустим, вот эти игрушки. У нас их часто заказывали, мы привозили даже на подарки. То есть такая мелочь, которую можно новогоднюю подарить. Часто в пакетике. Это уже неопрятно. Я понимаю, как бы уменьшение цены. Плюс диаметр шарика, они стали очень мелкие. У меня есть старые. Мы ради интереса, я думаю, у нас в офисе есть старые. В полтора раза больше. В полтора раза, да. Мы ради интереса вам ставим фотографию в обзор. Вы увидите, как выглядели старые прошлогодние по 69 рублей тоже. То есть цена одна и та же. Ну, цены как бы сохранили, а уменьшили размер. Так, вот эту звезду очень просила Маша снять. Маша для вас. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Шатающаяся звездочка. Смотрите, вот она полежала, да. То есть тут практически целый день. Я думаю, видно, что чуть-чуть с нее, практически мало с нее сыпется. Я почему-то думала, когда мы обсуждали с Марией эту звезду, что она сыпется быстрее. Здесь гибкая, то есть спокойно одевается. Ну, ажурная, легкая, интересная звездочка. Более симпатичная, на мой взгляд, чем обычная пластиковая. Ну и стоит она подороже 299 рублей. Да, сейчас посмотрим, из чего она. Сталь и полипропилен. Тоже Китай. Вот такая вот. Вот такой наконечник. 199 рублей в серебристом цвете. В этом году продается вот в таком тубусе. Так, шарики мы покажем отдельно. Они будут. Хотела вам снежинки еще поближе показать. Из елок мы все уходим. Вот смотрите, снежинки как выглядят. Тоненькая-тоненькая такая вот, как проволочка. На ней вот эти вот шарики. Ну, напоминает, когда эти кусочки синтепона какого-то, да, что-то такое. Пойдемте дальше. Стойка номер 2. Едем дальше. Здесь эта сторона такая серебристо-золотая. Такие же вот гирлянды по 69 рублей. Рассказывать не буду. Вы видели то же самое. В желтом цвете ничего не отличается. Дальше уже появилась мишура по-нашему. Ее это называется гирлянда. Вот она. Беру упаковку, покажу вам ее отсюда. Хорошая такая, добротная, длинная. Длина 6 метров, стоит 99 рублей. Каждый год она приходит в ассортимент. Ее очень хорошо покупают. Покупатели их любят. Дальше. Так, макушки мы видели, звезду видели. Маленькие шарики. 129 рублей за комплект. Вот такой рядочек. То есть здесь матовые, глянцевые и такие вот шероховатые. Вот шероховатые, вот матовые, а вот глянец. Они есть в сером, в красном цвете. Но мы торопиться не будем. Мы вам сейчас покажем их, а вы посмотрите. Серые. Шарики, кстати, стеклянные. С ними очень аккуратно. Таких вот маленьких коробочках. Так, это мы уже снимали. Дальше. Вот такой большой набор. Стоит он 1000 рублей. Смотрите, как добротно упакован, с ручкой. То есть спокойно можно донести. Все-таки покупка такая объемная. Сейчас мы вам их покажем, как они выглядят в реальности. Так, берем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь видов шаров. Ты снимаешь их? Тридцать две штуки. 999 рублей. Получаются вот такие матовые, шероховатые, с блеском. Тут уже рисунки пошли разные. Просто глянцевый шарик. И тоже с рисунком. Мы, кстати, пропустили незаслуженно вот таких милых ежат. Жаль, что... Слушайте, они как будто железные или керамика. Сейчас посмотрим, из чего они. Ребят, вот эти ежики из поливошпатного фарфора. То есть их можно спокойно использовать не только как новогоднюю игрушку, но и как какое-то декоративное украшение. То есть ниточку снимаете, и этого малыша можно ставить на полочку. То есть кто любитель ежиков, посмотрите, прям милота. Три одинаковых вот таких товарищей висят. Даже, я думаю, слышно, как они звенят. Вот они в упаковочках. Такие вот ежат малыша там. Так, дальше у нас вот такие сердечки в золоте. Стоят 199 рублей. И в серебре. Цена такая же. Мы сейчас покажем вам один из комплектов. Ну, они ежегодные. Из года в год просто меняются цвета в зависимости от коллекции. Получается их 9 штучек. 4 матовых и 5 глянцевых, блестящих. Дальше вот такие вот наборы. Шары Винтер 45 штук. Они в красном, в золотом. Вот видно, да, на елочках. И в серебряном цвете. Я думаю, здесь как раз на одной елочке. Целиком пачка. Как вот это выглядит на елочке за 700 рублей. Гроздь такая, да, очень много. Все-таки надо на елочку побольше. Шарики пластиковые. Некоторые вот с такими вот дефектиками попадаются. И у них разные диаметры. То есть они чуть покрупнее, чуть поменьше. Их много. Пока много всего. Но не думайте, что это продлится так долго. Товар очень быстро будет расходиться. Новый год не за горами. Осталось реально всего два месяца. Даже меньше, если вот так рассчитывать, когда начинают уже украшать. Красные. Все то же самое. Сейчас мы на красной стойке. Так, давайте по порядку. Вот такие сердца уже были в прошлом году. Мы вам их показываем. Стеклянные. Очень красиво смотрятся. Их можно и на Новый год, и на День влюбленных, и еще куда-нибудь. Следующая вот эта новинка. Какого-то подобного цвета у шаров не было. Пластиковые шары. Как написано, не разобьете при падении. 299 рублей. Вот сердечки. Вот колоссатики. Помните, мы с вами смотрели беленьких. Вот такие же красненькие. Они даже не красные, они такого насыщенно-бордового цвета. Вот они, настойки. Такой хороший пластик в покрытии. И очень красивый цвет. Так, дальше точно такой же большой набор, какой вы смотрели в золоте. То есть все то же самое. Шары все одного размера. Отличаются только формой. И именно вот цветом. То есть глянцевые, матовые. Так, покажу. На повторюшках останавливаться не буду. Когда, которые отличаются только цветом, просто показываю. Потому что если про все рассказывать, вы у нас уснете смотреть наш обзор. Наш оператор уснет снимать. Так, дальше опять красненькие малышки. Теперь смотрите, какие интересные. Тоже пластик. То есть матовые шары, но уже с росписью. Согласитесь, просто обычный красный шар. На него нанесли узор, уже смотрится совершенно по-другому. Такой комплект стоит 199 рублей. Вот они. Дальше смотрите, какие красотки. Ребят, стекло. Кто выросли в Советах, у кого было советское детство, или кусочек захватили, как мы, например, помнят такие. Ну, подобные, да, выйдут. Красивые именно игрушки, у которых прорисованы все детальки. Ну, очень красивые зайчики. Получается, ну, так, как будто мальчик и девочка, что ли. Да, потому что женский наряд, вот такое платьишко. То есть, ну, поверху, да, если судить. А, мальчик, сейчас покажу вам. А вот мальчик, смотрите. Вот у него такой синенький комзольчик. И уже шарик в дизине розовый, а синий. Такое семейство стоит 600 рублей. Ребят, ну, стоит того. Очень красиво, добротно сделанные игрушки. То есть, их можно уже аккуратно складывать в ящичек, перекладывать бумагой и хранить как наследство, да, деткам. Так, дальше. Слушайте, как-то странно, да? А, нет, это грибочки. Они на прищепках. Слушайте, милота. Первый раз. Они стоят на ветру. А, то есть, вот просто так одевается? Нет, это еще первый. Если правильно зафиксировать, да, вот. На ветке камер растет. Да, вот такой вот стоящий грибок. 699 рублей, комплект с трех штук. Слушайте, ну, за оригинальный стоит баллов. Необычные грибочки. Сейчас аккуратно все вернем на место. Их здесь, они все мухоморчики, но в трех формах. То есть, маленькая круглая голова, выпуклая и длинненькая шляпка. Так, дальше. Не дает мне покоя вот этот набор. Да, 699 рублей. А, это вот к грибочкам ценник. А вот это уже к шарикам. Снимите, пожалуйста, коробку. Вот такие вот шары. Разного цвета. Ну, если вы не хотите елку в одном тоне, можете сделать вот такой микс. Здесь, смотрите, зеленый матовый, зеленый глянцевый. Синий глянец, синий матовый. Синий очень красивый, насыщенный. То есть, бордовый, который мы вам показывали. Дальше. Просто глянец красный. Вот эти же шарики с рисунком. То есть, весь микс собран в одном наборе, всего 700 рублей. То есть, можно как бы убить двух зайцев, да, когда хочет вроде попробовать все игрушки. Ну, и смысла нет, и деньги лишние тратить тоже смысла нет. Можно вот такой вот набор купить, и сразу всем хорошо. Так, идем дальше. Ребята, у нас реально вон туда вся эта галерея уходит до конца, почти до касс. Вот такие вот Санта-Клаусики. Ой, не первый год. Не соврать. Лет пять, наверное, точно. Такие вот малыши симпатичные. Дальше. Такого не было, такие сердечки. Как будто на уроках труда девчонки сшили, да. Но, тем не менее, милые. Звезды и сердечки. Сердечки тоже красненькие и такие вот клетчатые. То есть скатерти такие, да, видели, думаю, в нашем обзоре в посуде. Такой наборчик из шести предметов стоит уже 349 рублей. Вот они в коробочке. Я думаю, как это упаковано. Так, дальше. Ну, получается, мальчики, девочки, да, такие Санта-Клаусики. Слушайте, интересно, сделано из ниточек. 299 рублей, 4 штуки, 2 мальчика и 2 девчули. Платьишко, ручки, да, прям мальчики-девочки. Шерстяные ниточки. Дальше снегири тоже из года в год переход. По-моему, в этом году они дешевле. Мне кажется, в прошлом году они стоили 400 рублей. Кто точно помнит цену, либо, может быть, чеки сохранились у вас о покупках, напишите, пожалуйста, в комментариях. Такие вот снегирята, крылышки у них. Они фетровые, ну, частично. То есть фетр сшитые, тоже хорошо. Такие домашние такие игрушки. Дальше у нас идут грибы уже тканевые. 4 гриба. Повторяют по форме стеклянные. Но они вот именно так сшиты из такой вот грубой ткани. Но, тем не менее, милые. Дальше. Вот такие вот короны с хвостами. Три штуки. То есть звенят друг об друга. Здесь это железочка. А это вот, ну, типа такого искусственного бархатной ткани. Вот такой комплект стоит 199 рублей. Дальше у нас колокола. 349 рублей. Нет, ребят, это не колокола. Это комплект, какой мы с вами смотрели в красном цвете. Это то же самое, только золото с серебром.